Всем привет! Вы на канале А ну-ка давай-ка! И сегодня Анюта с Андреем будут разыгрывать нас разными способами. А чтобы узнать на какой из пранков мы попались, досмотрите это видео до конца. Голосистая птичка Для пранка нам понадобится игрушечная птичка, которая умеет издавать звуки и имитировать песни настоящих крылатых. Это что еще за звук такой мелодичный? Ты что, забыла свой мобильник на дереве? Нет, мой телефон у меня. А Андрей свой обычно нигде не оставляет и всегда носит с собой. Понятно, значит нужно проверить. Так, это что еще за нарушительница? Слушай, птичка, ты по-моему зря залетела на наше дерево. Мы тут вообще-то в гнездах отдыхаем и нам дополнительные соседи не нужны. Кстати, а вдруг она не одна решила поселиться у нас? Нужно срочно тут все обнюхать. Так-так. Пока Мурка отвлеклась, запускаем птичку. Стоило мне только отвернуться, так она сразу зачирикала. По-моему это означает, что ей здесь нравится. Или таким образом она зовет на помощь и передает послание своей стае, чтобы к ней как можно скорее прилетели. Если это правда, то совсем скоро наш дом заполонят сотни птиц. Ну чтобы этого не случилось, нужно попытаться освободить из заключения эту птичку. Прогрызть решетку и помочь совершить побег. А что если она не хочет никуда улетать? Тогда нужно хлопнуть лапой. По-моему ей такой вариант не понравился. И она опять начала то ли петь песни, то ли звать на помощь. Слушай малыш, а вы разве на улице с птичками не взаимодействуете? Конечно взаимодействуем. Я их если не вижу, то всегда пытаюсь поймать одну из стаи. Но это если честно у меня редко получается. А вот с этой крылатой все наоборот. Мне ее нужно как-то выпустить, чтобы ее сородичи не заполонили весь наш дом. То-то ты малыш нафантазировал сегодня. И придумал какой-то невероятный сюжет. Сиди, ну а что, разве в фильмах такого не бывает? Ладно, если не веришь мне, я лучше позову Пупсю, которая точно подтвердит мою теорию. Где эта странная птица? Ага, вот ты значит какая. Прилетела к нам сразу взяв свою защитную клетку. Но ничего, есть у меня особый приемчик для таких случаев. И что же нужно сделать? Сначала досконально изучить клетку. И проверить надежность прутиков. Ага, так просто в нее не пробраться. Переходим к плану Б. В этот раз я буду на вторней. И моей главной целью станет не птичья коморка, а коснова, на которой она стоит. Получай! Ага, не нравится такое? На тебе еще! И еще! И еще! Ого, вот это ты даешь! Раз клетка оказалась такой надежной, я решила переключиться на эту подушку. Ха-ха-ха, такими движениями ты можешь и на улицу ее вытащить. Мда, такой план у меня тоже есть. Но он пока запасной. Мне нужно раскачать основу так, чтобы клетка потеряла баланс и перевернулась. А потом уже открыть клетку и выпустить птичку на волю. Интересный план, ну мы за тебя болеем. Так, сейчас нужно сделать супер мощный захват. Да, вот тут. Что-то не вышло. Ладно, давайте попробуем с другой стороны. Упсенька, может уже хватит мучить бедную подушку? И ты уже отдохнешь? Нет, Анют, мне нужно довести это дело до конца. Давай я попробую последний разочек. Если ничего не выйдет, я отступлю. Ну ладно, давай. Прошло пару минут. У тебя что, получилось? Подушку перевернула, а клетку нет. Хотя я сильно-сильно дергала. Мда, птичка, сложную задачу ты мне придумала. Ой, ладно, если хочешь спеть свои песни, пой. Я трогать тебя больше не буду. Манящий звук. Для пранка нам понадобится звукозаписывающее устройство и пустые тарелки. Включаем диктофон и начинаем насыпать в емкость сухой корм. Отлично, звук записан. Теперь освободим тарелки. Высыпаем все содержимое обратно в ведерко, чтобы реакция у котиков была максимально яркой. Включаем запись и подвигаем телефон ближе, чтобы котику было лучше слышно. Ты дала мне его, чтобы я поиграл в Бравл Старс? Ну, если хочешь, поиграй. А что это за звук такой приятный? Андрей решил в нашей комнате что ли пополнить мисочки? Не знаю, у меня не такой хороший слух, как у тебя. Это точно треск корма. Мои ушки очень хорошо чувствуют шуршание вкусняшек. Пойду подкреплюсь что ли, а то животик начал издавать голодные звуки. А вот и малыш. Опачки, никого нет. Значит я пришел первый и мне больше достанется. Так, ладно, давайте начнем перекус. Не понял, а почему все тарелочки пустые? Я что, не успел на обеде на перерыв? Или это Милка с мамой все слопали, пока я шел к тарелочкам с комнатой? Хотя тогда бы они объявшиеся лежали где-то в комнате. Летающая сосиска. Для этого пранка нам понадобится сосиска в оболочке и рыбацкая леска. Соединяем вкусняшку с прозрачной веревочкой и натягиваем все таким образом, чтобы приманка свободно перемещалась в пространстве и могла при необходимости долететь аж до люстры. Анют, а что-то там такое лежит? Прямо на середине комнаты? Не знаю, я пришла, но уже было. Хм, странно. Ладно, сейчас я разберусь с этим неопознанным объектом. Для начала его нужно хорошенько обнюхать. Эй! Это еще что такое? Ты куда это полетела? Слышишь? Ну спускайся! Вкусненько пахнет! Хм! 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 Вот это значит как! Хм! Хм! Ну держись! Хм! Рано или поздно ты все равно устанешь! Хм! И тогда я тебя и соблю! Хм! Хм! Хороший план! Хм! О, у тебя получилось! Так и дразнит меня эта вкусняшка! Хм! Сделаю вид, что ухожу! Рано ждала! Ну-ка спускайся ниже! Хм! Что-то моя тактика не особо сработала. Вкусняшка оказалась намного выносливее, чем я рассчитывала. Думаю самое время звать на помощь котов. Ага, значит это и есть та самая вкусняшка. Ну держись у меня. Эй, ты куда? Я конечно много раз этого видел. Но чтобы вот так перед самым досом вкусняшка к потолку взлетела, моей жизни еще не было. Странно. Обычно я с первой попытки ловлю летающие объекты. А тут даже не удалось дотронуться лапой. Ладно, попробую еще разок. Е-е-е! Оп, почти. Значит все-таки на тебя дотронуться можно. Но следовательно и сломить. Только главное получается выбрать нужный момент. Идем захват! Не, здесь что-то не так. У меня такое чувство, а ты только не смейся, что эта сосиска читает мои мысли. Почему это ты так решил? Потому что как только я нашел идеальный момент и пытаюсь совершить свой захват, она тут же устремляется вверх к потолку, где ее уже никак не достать. Поэтому мне и кажется, что это сосиска с интеллектом. Эй, ты что еще и драстить меня будешь? По-моему, ты на ракуши нарываешься до неприятности. Ой-ой, малыш злится. Кия! Ага, получила! Хе-хе-хе. Не, ну вы только посмотрите, как сразу же после моего удара она нервно забегала. Слушай, ты сейчас так раскачалась. Кия! Что еще немного и прямо в камин залетишь. А мы вообще-то сегодня не планировали барбекю. Стой, хватит летать, как угорелая. В этой комнате полеты вообще-то запрещены. Кия! О, кажется мне удалось тебя остановить. Значит дело за малым. Кия! Да, сложный случай. Думаю, нужно звать Бурку. Ребята, запомните этот день, когда малыш не справился с сосиской. Хе-хе. Ого, а это еще что за магия вне Хогвартса? Я что, случайно попала на урок волшебства? Хе-хе-хе. Ммм, как вкусненько пахнет. Это вкусняшка точно высшего сорта. Только у них такой аромат. Эй, ты чего от меня улетаешь? Кия! Кия-кия-кия! Не, здесь явно что-то не так. Ань, ущипни меня. Мне кажется, я сплю. Давай лучше я тебя поглажу. А, прикосновения реальны. Значит это не сон. Тогда и магическая сосиска настоящая. Ну держись. Кия-кия! А ну-ка иди сюда. Кия! По-моему тебе удалось отколоть от нее кусочек. Ага, сейчас еще попробую. Кия! Не, Анюд, моих навыков не хватает, чтобы справиться с этой вкусняшкой. Подожди-ка. Так это ты, Андрей, управляешь летающей вкусняшкой? Ну да, все верно. Хе-хе-хе. А я так думала, что здесь замешана магия. А оказывается, это просто пранк. Да, с помощью этой лески я и поднимал вкусняшку вверх. Значит я разгадала пранк? Хе-хе-хе. Да, молодец. Малыш, иди сюда. Что такое? У тебя что, получилось ее сорвать? Нет, я только отсипнула маленький кусочек. А что тогда звала? Раз не удалось устроить перекус. Вы что там, едите? Не, Пупс, не едим. Просто смотрим на красивую сосиску. Кстати, малыш, я поняла, что сосиской управляет Андрей. Дергает за леску. Так это пранк. Ну теперь все понятно. Пушистики, чтобы вам не было грустно, держите по кусочку вкусняшки. А? Спасибо. Вот и тебе, малыш. А? Благодарю. И твой кусочек. Спасибо, Анюд. Ну а мы продолжаем ролик и движемся дальше. Игрушечная колбаска. Помещаем кусочек настоящей колбаски в игрушечную. И угощаем наших пушистиков. Малыш, хочешь устроить перекус? Конечно, я всегда не прочь подкрепиться. Дай-ка сюда. О, держи-ка. Пахнет вкусненько. Это что, новый сорт колбаски какой-то? Хе-хе, ну да. Мне кажется, эта колбаска точно не из нашей страны. Эй, ты куда убежала? Хе-хе, а почему ты так решил? На ней написаны незнакомые мне английские слова. А такого на нашей колбаске не бывает. Ну да. Вы же продегустировали все возможные вкусняшки из наших магазинов. Да. А про эту колбаску и сказать пока ничего не могу. Нужно распробовать ее получше. А начну я, пожалуй, с самого края. Ап-ап-ап. О, по-моему, весь аромат сосредоточен в розовой части колбаски. А что, не так должно быть? Так, то обычно у кустяшки есть тоненькая пленочка, которую можно снять в любом месте. И таким образом освободить аромат из заточения. Прикольно. А у этой такого нету. И вообще, она какая-то странная. Дико вкусно пахнет, а откусить хоть малюсенький кусочек от нее не получается. Даже используя специальные захваты. Нет, с этой колбасой явно что-то не так. Как я не старался, у меня не получается ощупить ни одного кусочка. Может у мамы что-то получится. Малыш, ты про эту вкусняшку говорил? Да, пап. Анют, положи-ка ее на пол, пожалуйста. Ага, спасибо. По аромату ее можно приравнять к продукции высшего сорта. Запах яркий и насыщенный. Пару секунд достаточно, чтобы начал урчать животик. А вот сама структура меня смущает. Да, я так и знала. Это, сынок, фейк. Что? Обманка в виде вкусняшки, которая очень хорошо пахнет. Думаю, единственное, что с ней можно сделать, это всего лишь поиграться. Рыжулька, у тебя просто супер способность не попадаться на наши пранки. Я если сразу чувствую хоть какой-то подвох, то веду себя осторожно. Таким образом мне и удается избежать ваших пранков. Анют, а что у нас сегодня на обед? Заморская колбаска. Ммм, прикольно пахнет. Интересный у нее аромат. Она реально из-за границы? Да. О, привет, Мурочка. Ты пришла на перекус? Да, тетя Рыжуль. Что-то животик заурчал голодным звуком, поэтому и решила подкрепиться. Тем более и... Вкусняшка сегодня такая интересная. Взгляните на нее. Действительно интересная. Пахнет вкусненько. Но я, если честно, такую вкусняшку не ела бы. Вы просто ее не распробовали, наверное. И тетя Рыжуля хочет меня отвлечь таким образом, а потом самой слопать колбаску. Все может быть, колбасную хитрость никто не отменял. Ань, что там у тебя такое вкусненькое? Это сочная колбаска. Дай-ка мне ее. Не спеши, Пупсенька. Давай я тебе сначала про нее кое-что расскажу. Ань, Ань, узнаю все в проценте. Вот так любопытство. Не, ну а что? Я же вижу, что это что-то вкусненькое. И этого для меня уже достаточно, чтобы больше не получать никакой вводной информации. Ну что, как успехи? Я поняла, что самая вкусная часть колбаски это ее начало. Если сильно кусать ее зубами, появляется обалденно вкусный аромат. Да, все правильно. Пупсенька мыслит в верном направлении. Но получится ли у нее разгадать полностью наш пранк? О, кажется я что-то почувствовала. Еще немножко и я точно прокушу защитный слой. Прошло несколько минут. Может ты передохнешь? Не, Кань, мне нужно прокусить оболочку. По-моему нужен перерыв. Солнышко, ты чего убегаешь? Я просто хотела рассказать, что это новый наш пранк. И показать в чем секрет колбаски. Дай-ка мне ее сюда. Потом, Ань, я еще не наигралась. Неожиданная кислинка. Для пранка нам понадобится ароматная колбаска и кусочки лимона. Которыми мы и удивим пушистиков. Пупсяш, у меня для тебя есть вкусняшка. Вот, держи. Вкусненько, еще что-то будет? Да, держи. Что это такое? Тебе весь рот в этой кислятине. Пупсенька, это же лимончик. Разве ты не любишь его? Не, он невкусный. Подожди, а как же чай с лимоном? Не, не пью. А бутерброды? Если только рыбку сверху съесть, а сам лимон, бррр, такой невкусный. При этом я понимаю, что в нем много витаминов. Ну да, так может все-таки подкрепишься ими? Не, 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 я такой вкусняшки не хочу. Про какие вкусняшки ты там говорила? Да вот, тут Алюта кое-чем угощает. Малыш, будешь колбаску? Конечно, когда это я отказывался, а? Ха-ха-ха, ну да, точно. Так, по-моему ты мне дала тут что-то лишнее. Вот эта штучка мешает мне наслаждаться колбаской. И что, ты даже ее не попробуешь? Ну, может после того, как разберусь с этой вкусняшкой? Слушай, Ань, мне кажется, это лимон. А мы, если честно, его в рационе вообще никогда не используем. Так что пробовать его я не буду. Значит, пранк неожиданная кислинка не удался? О, так это был пранк, и я не попался. Прикольно, такое редко бывает. Ну что, ребята, вам понравились сегодняшние пранки? Если да, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. А на сегодня у нас все. Всем пока и до скорых встреч. А вы уже смотрели это видео? Мне кажется, нет. Скорее нажимай. А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok